Высшестоящим нормам, конституцией и так далее, но рисовать могут... То есть по понятиям своим? Как угодно, вот ты даже вот знаешь, слушай, а так нельзя, да давай нарисуем, да это же всему противорит, да кому какая разница, ну все равно мы у рулят все наши, и вот рисуют наши, это их не иметь в виду. И рисуют как им только можно, я уже давно не слежу за этим, у нас права нет, у нас нет правового государства, у нас нет государства, у нас есть государство Советский Союз, которое слава богу сейчас начинает просыпаться в головах сознания человека, население наше граждан СССР и декларация говорит о том, что мы граждане СССР, обязательно пускай люди посмотрят, скачают ее, значит и у нас уж тем более нет правового, вот эта Российская Федерация права отсутствует напрочь. Вы же поймите, вот я сам проходил, участвовал в судах, но это шапито, я не хочу оскорбить суды, ни в коем случае, я говорю о том, трактую те факты, которые я там увидел. С моей точки зрения, я все-таки являюсь в международном уровне правозащитником, да, и знаю, что такое право, и как надо по праве поступать. Правда, это прежде всего надо иметь совесть, надо иметь понимание правды. То есть внутреннее, да, это иметь надо стержень, вот это, прежде чем ставить какие-то весы, должен стержень иметь, вот этот стерженек, а там стерженька-то нет, там как хочешь, так и наклоняются они, понимаешь, вот поэтому. Вот, я посмотрел на это все, поглядел на всю эту постоянную заказуху, хоть не секрет, об этом знает 99% общества, 99%, и говорят об этом постоянно. И я понял, что права нет никакого. Изучив вообще отсутствие районных судов, которые людей до сих пор отправляют за решетку своим решением, а его нет нигде, ни в какой норме права, нет его ни в Советском Союзе, подчеркиваю, нет его в Российской Федерации он аннулирован. То есть полномочия... Регистрации нигде этих судов нету, полномочий, у ни одного судья вы не найдете полномочия. Вы запросите, чтобы одна судья вам хотя бы предоставила ксерокопию, подписанную президентом о его назначении. Хотя это предусмотрено законом. Нигде не найдете, вам никто не предоставит. Кто это сидит в черном халате перед вами? Может это демоница какая-то или демон? Вот если он не может подтвердить свои полномочия и начинает распоряжаться, там, арестовать тех, кто прям в суде, кто запрашивает у него эти полномочия в рамках закона. Что они себе позволяют, кого они себе возомнили? Потом, смотрите, какая ситуация интересная. Начинаешь проверять месту районных судов, начинаешь задавать вопросы районным председателям судов, а вы на каком основании? У вас в адресной книге, в регистрации, в налоговой нету, в АГРН у вас нету никого. Вы как государственный орган не записаны. Как государственный орган не записаны. Вы где присутствие? На основании положения судебного департамента. То есть сидит судья, якобы судья в кавычках, который не может подтвердить своих полномочий. Сидит прокурор такой же. Сидит, но прокурор отдельная история. Значит, смотрим дальше. Дом, это здание, оно нигде не зарегистрировано. Это здание, нет официального адреса, потому что нет регистрации районного суда в налоговой инспекции, нет АГРН на него. Пришлите, может, документ какой-то, ссылочки пришлете, мы будем следить за этим выступлением. Но этого ничего нет. Как они осуществляют? Это значит что? Это значит, нет правового государства. Грефа конкретно, вот его уже пророчили, что он уже уйдет, его снимут, и получается, что пока это только слухи? Почему слова так власть, которая не может навести порядок? Для меня Греф, для меня лично, как для казначей М1, очень мелкая сошка и очень мелкая фигура в плане финансового. Ну, а как вы будете все-таки... Я не говорю, как, я не хочу оскорбить Грефа. Здоровый он, больной там, какой бы еще, он все-таки на вид похож на человека. Я не имею права его никак оскорблять над ним, издеваться. Пусть убороться за свои права. Сейчас одну секундочку, я вам отвечу сейчас, что я хочу сказать. Но, тем не менее, им сейчас занимается, вот, той проблемой, которая у нас есть к Сбербанку, да, мы изучаем глубинно все эти вопросы, занимается сейчас у нас правовое управление, международное правовое управление, международное казначейство М1. И как там идут дела, ну, я что-то знаю, но не могу сейчас пока это дело разглашать. Но я вам гарантирую, что где-то в течение двух недель я дам вам очень серьезное интервью. Не я, или я, или какие-то наши сотрудники дадут. Оно неизбежно, оно уже, работа была проведена, сделанная, независимо, я его буду давать, не я, оно уже есть. Но пока не время, есть свои, так сказать, процессуальные моменты, которые надо соблюсти. Вот, и я хочу вам сказать только одно, что куда бы вот там кто пророчил, не пророчил, он мне мало интересен. Вот лично мне. Лично мне интересен мало. Не, ну мы ждем перемен хороших. Я всегда, я оптимист, сам иду, как говорится, светом в свете, со светом и к свету, и так стараюсь идти, и всем так желаю, значит. И то, что будет все по-светлому, это да. Но чтобы стало по-светлому, нужно немножко, как говорится, поработать, всем поработать, обществом, прежде всего над собой. Всем людям надо поработать над самим собой. Сломать у себя скобки, зомбировки вот эти, которые нам с экранов телевизора понавешаны. И научиться проверять всю информацию. Не надо мне даже доверять, надо проверять то, что я говорю. Может, я ошибаюсь, я же человек склонен ошибаться, но я это делаю не из каких-то корыстных побуждений, а просто изъявляя свое мнение. И говорю тут, основываясь, высказывая свое предположение на основании той информации, которая мне поступает, и как я вижу этот окружающий мир, и так далее. Может быть, я в чем-то не прав, кто-то может со мной не согласиться. Это дело права у каждого человека. Поэтому, что будет с Грефом, мы с вами скоро увидим. А скажите, вот эта ситуация с климатом, какие-то... Ведь международное сообщество и сильный мир из него ждут чего-то необыкновенного. То ли войны, то ли падение болида, то ли, не знаю, продолжение ковида. Знаете... Что они ждут, чего боятся? Я с большим уважением продолжаю относиться к академику Левашову. Дело в том, что те факты, которые показал академик Левашов для человечества, они фантастические. Был такой случай, когда Левашов находился в Америке, это с рассказом даже не самого Левашова, мы с ним как-то не касались этих разговоров, а с рассказом его, так сказать, ну, как бы друзей, близких, соратников. И был фильм снят на эту тему. На Землю летел по данным НАСА какой-то объект, да, тело какое-то. Ну, то, что они не определяют тело метеоритом, там, не метеоритом, это дело ихнее. Ну, короче, на 2003 год они пророчили катастрофу, и многие начали там еще глубже зарываться в землю, там, народ фиг с ним сносит, а вот они там где-то в норах спрячутся, выйдут, и все, и у них участки земляные стали больше, да, освобожденные. Так вот, Левашов тогда, в тот момент, насправ с академиками в Америке, насколько мне стало известно, сказал, вы видите, летит тело, хотите оно полететь на 90 градусов под углом, и не полетит на землю, изменить свою траекторию. Те посмеялись, он говорит, а давайте это зафиксируем. Вот публично вы здесь, ученое сообщество, зафиксируем эту ситуацию, и так сделаем. Он говорит, ну, хорошо, они зафиксировали все это, протоколы, и тут получается, что начали наблюдать, а тело-то на 90% полетело, на 90 градусов полетело в сторону. Они раз, сразу и заткнулись. Это кто же тогда Николай Викторович, что может такое говорить? Николай Викторович, высокоразвитый, разумный человек, который, значит, начал раскрывать в себе сура, сура земли, руса, так сейчас говорить, и который начал понимать вот тайны всей природы космоса, природы, значит, окружающего мира и так далее. Поэтому есть два пути понимания этого. Один путь – это технократический, цивилизации, путем примитивной, я сразу говорю. Все цивилизации примитивны, потому что это работа только энергии ци, цивилизации. А инь и янь, как инь и нянь существуют, ци и че. Отче, чакра, чур, да, меня, чур, помнишь, в детстве мы говорили, чур – это бог, который, ну, домовой его назвали, который охраняет семью и так далее. Вот, вот это че – многомерность. Есть земная концентрированная, так сказать, программа, да, вот этой энергии, ци, цифра, один ноль. У нас цифровая техника, весь алгоритм состоит из единички и ноля, вы знаете, да? Из этого делается прописка, то есть плоская программа. И есть че, а число имеет, я еще раз повторюсь, объем, вес, форму, видоизменяемую форму и так далее. Пространство-то, оно разнообразное, оно не может быть линейным, только так, как мы говорили. И тому же подтверждение заключения на основании наших вед провели изучение наших славяно-арийских вед провели заключение американский институт человека и институт имени Бехтеревой, где они сравнили человеческий мозг с точной копией Вселенной. И где они признали, что нейрон головного мозга – это соответствует галактике в макрокосмосе. Отсюда у нас с вами возникают строки из вед. И собрали светлые творцы в чело века все знания звезд. Помните? Сколько у нас нейронов головного мозга? А сколько там где-то в этих пространствах, которые, кто говорит, есть, кто говорит нет? Ну, это не у всех, наверное. У многих нету ничего. Да, даже если у всех просто не все, сознание не у всех работает на самого человека. Есть сознание, которое работает на некую систему искусственного интеллекта, а не работает на самого человека. Вот в чем вопрос. А когда человек идентифицируется, он начинает свое сознание уже использовать сам. Не отдает его в аренду искусственному интеллекту, вместе со своим телом, со своей судьбой и так далее. А начинает работать сам, как человек, как сын Божий на земле. Вот это очень важно. Господин Желенков утверждает, что с 1 сентября наши капиталисты и магнаты, они не имеют доступ к счетам своим и все обнулилось. Это правда, что в мировом масштабе произошла такая ситуация? Значит, я вам хочу сказать следующее. Не выбрал про Желенкова, да? Да, слово социализм и слово капитализм надо сначала, вот прежде чем говорить о чем-то, надо понять, о чем мы говорим. Вот, что такое капитализм? Мы знаем прекрасно с вами, любые лингвисты понимают это, что слово, все слова это аббревиатура. Аббревиатура более сложного образа, более сложных слов. Вера, веда, нера, да? Вот есть такие понимания, допустим, когда у нас коммунистическая партия Советского Союза образовала слово КПСС и вставила уже это слово во все юридические документы и так далее. Все сокращения, то есть аббревиатура. Все слова более сложные, образы, они формируются по праве, они так будут работать. Из тех слов, которые, значит, лежат фундаментом к этому новому образу и этому новому пониманию. Вот, и все буквицы образные. Поэтому, когда мы говорим слово социализм, мы говорим социум, да? Социум мы понимаем, что такое, да? Я не буду глубоко, ведически сейчас это расшифровывать, чтобы не запутать наших неподготовленных зрителей, некоторых неподготовленных, много подготовленных. Социализм, да? Что такое изм? Изм, откройте любой старославянский книгу, откройте. Изм, это аббревиатура очень мощная, которая пишется в сезгах заглавных букв. Истина земного мира. И она у нас генетически прописана. Изм. Мы почему реагируем, почему назвали со слова так, тот как один сценарист это все разделил. Социализм, коммунизм, понимаете? Из одного аналитического центра сделал разделение систем по миру, так сказать. И назвал так, чтобы человек усваивал это дело генетически. Так же, как нам дали водку. Только водка была на Руси. Это ключевая вода, ключевые воды из семи источников. Трава, настоянная на этой воде из семи источников. На ключевой. И это называлось водкой. И пили ее на Руси. Почему? Потому что структура травы, структура силы земной попадала. Вода, вы знаете, кластер принимает определенные энергии, заряды. И она делала людей здоровыми. И рождались богатыри, поэтому на Руси пили водку. А нам взяли яд, С2H5OH, который сворачивает красные цельца крови. Назвали водкой после очередного стирания памяти. И быстренько кинули. А человек там где-то глубоко помнит водку, вроде хорошо. Так же социализм и коммунизм. Поэтому социализм, это социум стоит в истине земного мира. То есть человек, семья, общество, нравственность и так далее. И что такое капитализм? Капитал является истиной земного мира. То есть человек отсутствует. Есть аморфные циферки, аморфные бумажки, бусы, как в Америке, помните? И так далее. Которые ставятся в истину земного мира. Человек там внизу, под этим. То есть человек возвел себе идола. Из чего? Из чего? Даже не из каких-то камней и бриллиантов уже. А из пустых цифр, придуманных и сделанных с участием космических паразитов. Самим же человеком. Понимаете, в чем дело? То есть эти цифры должны служить человечеству. Они должны быть инструментом человечества. И я говорю, каким путем вы не пойдете, если вы хотите прийти в жизнь и продолжать жизнь, вы все равно придете в социализм. Это однозначно. Все-таки насчет блокировки счетов в финансовой системе. Какие сейчас изменения происходят? Значит, по-моему, Киссинджер, у меня была такая строчка где-то проходила, то ли в Инстаграме, то ли еще где-то я видел официальное такое объявление, что кто-то из комитета 300, по-моему, Киссинджер, еще кто-то заявил, что капитализм умер. Или мировой банк сделал. То есть действительно умер, у него нет продолжения. Дальше, что не соответствует духовной, нравственной, божественной, небесной составляющей, оно будет отключаться. Вот этот путь, он ведет к уничтожению человечества. Только когда человек ставит себя, своих близких, родных, человек разумный, который понимает, что такое род, природа, животные миры и так далее, вот когда он ставит это высшей ценностью, тогда он ценя себя, он и живет. Когда он себя бесценивает и превращает себя в какой-то расходный материал, он себя уничтожает. По-моему, это элементарные вещи, которые знает любой первоклассник. И даже в садике человек, как мы им не кривили новыми программами, значит, вот эти кривдоделы головы, он все равно это понимает. Это естественное право и естественное понимание процесса. Вот, значит, поэтому то, что счета блокируются, это так. Но это не заслуга Жиренкова. Нет, нет. Это он просто сообщает. Я вам хочу сказать, что все счета, я вам говорю, как М1, и не только счета, системы, которые стоят на защите этих интересов. Банковская система, она очень разнообразная. Существуют ассоциации банков, существует консорсум банковский, там разные и так далее, и так далее, и так далее. Существует здесь, но все это, есть центр всего этого управления, это компьютер, цифра. Это искусственный интеллект. И как бы там ни плясали, без искусственного интеллекта западной цивилизации не существует вообще. Понимаете? И ее нет. Нет, без компьютера. Не работает НАТО, не работают корабли, войска, там все их необорудование, оружие современное и так далее. Посмотрите, сейчас сидят беспилотниками там мальчики. Ну, так все-таки значит, бог электричества. Электричество не будет, все кончится. Я бы даже не сказал, что это электричество. Знаете, у нас привыкли кидать в крайности. Если это хорошее что-то, это плохое что-то. Нет, мы не говорим плохое. Электрон и протон, это две составляющие, которые нужны. Но они нужны гармонично, пропорционально. Понимаете, в чем дело? Как мужчина и женщина. Без женщины, как строить общество? Женщина это такое же начало. Так же, как электрон и протон. Протонная энергия, она очень важна. Ее занизили, ее убрали и дали электрон. Там, где электрон чрезмерно работает, при проявлении протона, отключаются все эти электрические приборы, транзисторы и так далее. Это надо знать физик, более-менее, который с этим стал, и они меня поймут. Я вам хочу сказать только следующее. Мы проходили такое, лично я проходил, и мои коллеги, некую такую медитацию, где человек генерирует протонную энергию, где мы усилили протонную энергию, и нас пытались, ну не пытались, но демонстрировали, что нас не берет даже острейшие предметы. Перестают брать тело. Это физически происходит, я вам сегодня покажу, я не хочу публиковать, вы это все увидите. И это не берет. Человек становится неуязвимым, тело его, когда он находится в протонном поле. А у нас в 18 веке, если вы помните, ездили кареты без лошадей, вот с такими домиками на крыше. На всех строениях, замках стояли вот такие домики, те, которые генерили и передавали между собой протонную.